В защиту Григория Гробового. Правовые последствия судимости не являются пожизненными и при погашении и снятии ее аннулируются. Любая попытка пятой колонны, то есть попытка журналистов, проплаченных прямо или косвенно международным терроризмом, после мая 2018 года называть Григория Петровича Гробового мошенником является порочащей информацией. Юридическое обоснование. Согласно статье 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные УК РФ, связанные с судимостью. То есть на основании времени после приговора Григорий Гробовой считается несудимым. Поэтому писать, что Григорий Гробовой мошенник, незаконно. Нигде и никогда Григорий Гробовой не признавал свою вину. Единственным условием для условно-досрочного освобождения является добровольное раскаяние и... Этого не было, совершенно верно. Нет, это не так. То есть никому не интересует, рассказал все или нет. Нет, он не должен поменять внутренних убеждений. Он должен доказать то, что он встал на путь исправления, то, что он не будет совершать деяния. Человек может по-прежнему считать обладающим себя сверхъестественными способностями какими-то. То есть второе предшествие Христа можно оставить внутри себя. Можно твердо стоять на букве закона, понимать закон и использовать эти знания для человека, а не против его убеждений. А вдруг, как говорит Ника Стрижак, этот человек прав. Зная закон, не нужно позволять себе оскорблять людей, потому что вы просто можете не знать суть проблемы или какой-то из законов эволюционного развития цивилизации. Это в отношении Гробового Григория Петровича и его сторонников. Все-таки основной принцип, по которому отпускают условно-досрочно, это наличие чистосердечного раскаяния. Как раз то, чего мы в Гробовом не видим. Таким образом, мне решение суда абсолютно непонятно. Сейчас уже не так важно, что думал тогда сектовед Дворкин, курировавший создание методик разрушения сознания всего населения России. Он делал это через Прокопишина и Кудеярову, которые использовали комплексную социально-психологическую экспертизу, чтобы незаконно посадить Григория Петровича Гробового. Вопреки мнению Дворкина, в России всегда были светлые силы, понимающие суть вещей, событий, суть информации. Давление на судебную власть оказывала именно так называемая пятая колонна, менявшая идеологию России через доступные ей СМИ. Денежные вливания в изменения идеологии были так огромны, что никто даже не вспоминал, кроме учеников, конечно, что 20 марта 2006 года Григорий Гробовой предложил безвозмездно всему миру, всем государствам, антитеррористические технологии. Когда мир на грани катастрофы, эти технологии должны быть очень востребованы. Продолжение следует...